сегодня в каркасную баню монтируем печь астон 16 inox чтобы увидеть как в эту малых уходит 150 килограммов камней досмотри ролик до конца да друзья вы не ошиблись строители оставили для нас проем не только в потолке но и в наружной стене печь будет топиться с улицы для этого демонтируем все что мешает снимем мерки для того чтобы вывести топливный канал наружу и проделаем отверстие в профлисте наружной стены астон и nox это доступная супер легкая и супер быстрая печь с небольшой но мощной закрытой каменькой с парообразователем топка изготовленной стали айси 439 сварена роботом они стопки съемный его в случае чего можно заменить на задней стенке канал вторичного дожига чтобы в зоне закрытой каменки было еще жарче но приступим к монтажу все деревянные элементы конструкции бани защищаем базальтовым картоном по периметру проема устанавливаем направляющий профиль который станет основой внутренней части проходного экрана даже если нет прямого контакта с печью все равно проложим базальтовый картон под элементами каркаса как видите в сборке внутренней стены нет ничего сложного любой кто монтировал стены или потолок из гипсокартона увидел знакомые элементы проем топливного канала закроем нарезанными в размер заготовками из огнеупорной плиты пол под печью также закроем двумя слоями огнеупорной плиты плюс закроем декоративной накладкой из зеркальной нержавейки теперь можно прикинуть расположение и размеры защитных элементов боковой стены и листа нержавейки который будет закрывать проем в стене снимем дверцу с печи и сделаем контрольную примерку в проеме все окей размечаем место реза на листе нержавейки и проделываем в нем отверстие также в этот размер режем огнеупорную плиту которую закрепим под фронтальным листом после сборки боковой защитной конструкции заполним стеновой проход базальтовой ватой снаружи также проконопатим место вокруг топливного канала чтобы холодный воздух не поступал с улицы стена с улицы закрыта профлистом но вместе примыкания топливного канала добавим декоративную накладку из нержавейки проделываем во фланце из зеркальной нержавейки отверстие и надеваем его на топливный канал можно возвращать на место дверцу печи и внутреннее наполнение топки идеально закрепим декоративный фланец и самое время приступать к сборке дымохода после несложных демонтажных работ соберем каркас которому затем закрепим через полоски из огнеупорной плиты нижний фланец потолочной разделки чтобы отвести ось дымохода подальше от печи используем сборку из двух отводов под 45 градусов размечаем на фланце потолочной разделки и на кровле центр оси дымохода проделываем в них соответствующие отверстия прикрепляем обратно лист с отверстием к потолку печь уже на месте и важно не забыть заполнить закрытую каменку откручиваем боковую крышку и наполняем каменку серпентинитом мелкой фракции закрываем ее и продолжаем монтаж дымохода для удобства набивки потолочной разделки базальтовой ватой мы сняли лист кровли в этот раз монтажники решили засаморезить дымоход и напиши в комментариях как относишься к такому решению собираем все элементы на термостойкий герметик на выход дымохода установим сэндвич сетку которую потом заполним камнями через адаптер присоединяем нашу обводную конструкцию далее к ней стыкуем сэндвич трубу через старт сэндвич хоть вата ушло много но все же собрали небольшой внутренний короб из силиката кальция вернем на место профлист и наденем на трубу уплотнитель кровельных проходов про силиконе место примыкания кровли и зафиксируем его саморезами мы подробно описывали этот процесс в нашем ролике ссылка наверху и в описании до подпишись на канал чтобы не пропустить наши новые видео так нам осталось закрыть верхнюю часть стен накладками из нержавеющей стали но под них мы поместим в два слоя базальтовый картон и коалиновую вату все места стыков элементов дымохода закрепим комутами пришло время укладывать камни для этого уже по месту на печи соберем кожух камней в этой печи будет по максимуму напомню в закрытой каменьке у нас уже лежит колотый серпентинит мелкой фракции а в сетку печи в основном пойдет порфирит средней фракции его перед укладкой нужно тщательно промыть не забудем подсоединить к закрытой каменьке воронку для подачи воды сверху печи в зоне открытой каменьке выложим серпентинит им же но более мелкой фракцией заполним сендвич сетку просиликоним место примыкания декоративного фланца к профлисту чтобы внутрь не попала вода вот теперь точно все готово сделаем тестовую протопку согласитесь красота печь астон 16 и nox дымоход и все материалы для монтажа были куплены в магазине фарнакс всегда актуальные цены и отличные ценовые предложения найдешь на фарнакс точка ру а на сегодня все пока а